Всем привет! Меня зовут Татьяна и вы на моем канале о вязании. Здравствуйте, мои дорогие зрители и гости канала. Я рада снова встрече с вами. Видео будет сегодня о покупках пряжи, которые я совершила последнее время и также о планах, что я планирую вязать из тех покупок, из той пряжи, которую я приобрела. Но и сначала я хочу поблагодарить вас за обратную связь, за лайки и комментарии под моими роликами. Я очень вам за это благодарна. Вы поддерживаете меня, мой канал, своими комментариями и лайками. Мне приятно с вами общаться. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что вы смотрите, комментируете, лайкаете. Это для меня отдельный стимул для снятия роликов, вязания новых процессов и общения вместе с вами. Вся пряжа, которую я приобрела, это пряжа на плечевые изделия для меня. Я проводила ревизию своих остатков пряжи, своих запасов пряжи, как на тот момент я думала. Но когда я провела ревизию, я поняла, что это уже не запасы, это остатки пряжи. Так как у меня из всех моих запасов, которые у меня на данный момент были, на тот момент, когда я проводила ревизию, у меня остались в основном тонкие нитки, тонкая пряжа, которую я бы не вязала в одну нить на спицах, на тонких спицах. А вязать подмота для пряжи, которая у меня осталась, нет. У меня есть, конечно, пару бобиночек, толстеньких артикулов, но сейчас у меня нет желания из них вязать. Ну, пару бобиночек небольших, там буквально по 400 грамм, по 500. Это всего лишь навсего на пару плечевых изделий. Все остальное, это уже какие-то тонкие артикулы, которые требовали подмота. А подмота, к сожалению, у меня к ним не было. И вот спустя полтора года я решила все-таки докупить пряжу к этим тонким ниточкам и связать для себя плечевые изделия. Ну, не ко всем, естественно, к каким-то тем, которые мне сейчас вот есть желание повязать и есть желание именно из них связать какие-то изделия для себя. И вот, дорогие мои, я сделала небольшие покупки. И сейчас мы с вами посмотрим, что же я приобрела. Первое, так, это ниточка бобинная, это меринос. Здесь 150 грамм, и в 100 граммах здесь идет 700 метров. Вот, тоненькая ниточка, очень тоненькая ниточка. Насколько я знаю, это... Девочки, я забыла, это или картный, или грибиной меринос. Но это тот меринос, который не разбухает. Вот он какой есть, такой и есть. Вот, и мне хотелось к нему что-то на подмод. И тут мне случайно на Валбересе попалась в глаза вот такая нитка. Вот она даже у меня не была на тот момент с собой ни бобинки, ничего. Но попался вот такая ниточка случайно. И этот цвет просто очень хорошо подходит к данному цвету. Сейчас на камере немножко отличается. Но по факту действительно очень хорошо они сочетаются, эти цвета. И у меня сразу же в голове, увидев эти моточки, это Ализе Кидмахер. Увидев эти моточки, у меня в голове уже родилось изделие, которое я хочу. Но это просто вот так, раз, увидел, щелкнуло и все, дорогие мои. Вот, смотрите. Ализе Кидмахер. Номер цвета 541. Очень красивый цвет. Мне очень нравится. Он слегка уходящий. В такой сиренево-розовый, что ли. Слегка, слегка. Бежево-сиренево-розовый. Ну, мне кажется, вместе они будут смотреться потрясающе. Я свяжу небольшой образец и покажу вам обязательно. Так, по длине ниточки. Это 50 грамм 500 метров. Тонкая ниточка. Но она настолько пушистая, девочки. Вот она тоненькая. Смотрите, но она пушистенькая. Прям пушистая-пушистая. Вот. И по составу. По составу. Что у нас по составу? К сожалению, через камеру мне плоховато видно, дорогие мои. И еще я вот сегодня забыла очки на работе. И не могу посмотреть. Ага. Вот он состав. 62% Кидмахер. Кидмахер. И 38% Полиамид. Ну, в принципе, достойная пряжа. Немножко есть колкость. Ну, как по мне. Немножко колкость. Но я слышала, многие говорили, что она колючая, безумная, как проволока и все остальное. Для меня нет, девочки. Для меня нет. Но я вообще человек, который абсолютно равнодушен к колкости. Для меня, я не знаю. Ну, еще не было той пряжи, которая была бы мне вот такая колючая, что я ее не могла носить. На данный момент у меня вся пряжа, из которой я вязала, в принципе, для меня я ее ношу спокойно и мне не колется. И эта пряжа я также прикладывала и к лицу, и к запястью, и так, и сяк, мне абсолютно не колется. И к шее прикладывала. Мне нравится эта пряжа. И я хочу ее просочетать с вот таким вот красивым цветом мериноса. Смотрите, как вам. Нравится ли вам? Что хочу связать? Скорее всего, это будет изделие сверху. Есть мысли по круглой кокетке и по реглану. Но еще не решилась. Но это будет небольшой укороченный пушистый свитерок. Очень небольшой укороченный и базовый. Большей вероятности лицевой гладью. Но будет вся фишка в отделке. На данный момент я эту вам не покажу. Ну, как бы раскрою все карты, и вам будет уже неинтересно. Но уверяю, что фишка в отделке будет очень-очень интересной. Именно вообще вся задумка данного изделия в отделке, которую я вижу в своей голове и очень хочу воплотить в жизнь. Я думаю, что скоро-скоро вы увидите. Потому что именно вот это изделие у меня есть желание начать прям уже буквально сегодня. Так, отложим вот так немножко в сторонку. Дальше. Что же еще я приобрела? А приобрела я, девочки, небольшую покупку к вот такому махеру. Это мохер на полиамиде. Здесь 35% мохер и 65% полиамид. Вот такая вот ниточка. Очень красивый желтый цвет. Сейчас, в этом году, в 2024, это прям трендовый цвет. Тренд лета, тренд весны, тренд осени. Прям вот это самый модный пик, тренд именно этот цвет. Мне очень нравится этот цвет. Я хотела что-то из него давно придумать. Даже вот у меня здесь отмотанный моточек. Я хотела просочетать его, по-моему, с белым мериносом, чтобы был такой желтый меланж. Но потом все-таки как-то переиграла и связала другое изделие. А сейчас у меня уже родилось другое изделие из этого махера. Сейчас я знаю, что я хочу. Вот. И так как я поняла, что я хочу вязать из данного махерчика, я приобрела к нему в компаньоны. Три моточка Ализе Ангора Голд. Что-то с моей камерой сегодня все пляшет и танцует. Не могу понять. Вот такие вот три моточка. Потрясающе красивая пряжа. Так как мне хотелось украсить данный цвет, а он абсолютно идентичен на камере. Он действительно показывается верно. Вот так, девочки. Вот здесь вот сейчас абсолютно тот цвет, который действительно и есть в вабинке. Вот. Так как мне хотелось чего-то красивого, блестящего, то я вспомнила о своей любимой пряже Ализе Ангора Голд Симли. Я ее очень люблю. Я из нее много изделий вязала. Вещи носятся долго, хорошо. Нет никаких катышек. Ну, как бы мне нравится вязать из данной ниточки. Возможно, кто-то скажет, фу, Турция и все остальное. А я люблю. Ну, и что, что Турция? Ну, и что, что Ализе? Я люблю Ализе. Да, возможно, кто-то скажет, ну, купила бы уже какой-нибудь меринос под мод к данному махеру. Возможно, кто-то бы и купил меринос. Но мне захотелось вот так. Я хочу повязать. У меня закончились все ниточки Ализе Ангора Голд. Больше нет. Но я хочу повязать снова из данного артикула. Я люблю эту пряжу. Мне она очень нравится. Артикул очень хороший. Ну, по крайней мере, я считаю достойную эту ниточку для вязания. Плюс она с люрексом. Это будет очень ярко и красиво. Номер цвета данной пряжи Color 02. Это 100 грамм 500 метров. Но все знают. 20% шерсть и 75% акрил. И 5% махер. А, метанит. Вот. Люрекс здесь золотой. Хотя на камере он вам кажется, что он серебряный. На самом деле нет. Это золотой люрекс. Тон пряжи. И очень красиво смотрится. Я думаю, что задумка, которую я задумала, будет просто потрясающая. Это будет кардиган для меня на весну. Весенний, красивый, такой теплый, согревающий кардиганчик. Хочу попросить прощения за свой голос, девочки. Я простыла слегка. И голос периодически пропадает. Сиплась. Но я хочу снять для вас это видео и выпустить на канал. Потому что меня безумно раздирают эмоции начать вязать. Но я также хочу поделиться с вами покупками. Я хотела снять это видео. Поэтому я не вязала. Не начинала ничего вязать. Я вот снимаю. А потом буду начинать вязать свои новые процессы. Так, здесь, где я помню, здесь бобинная идет 100 грамм, 1000 метров. Здесь 500 метров, 100 грамм. Я думаю, два сложения. На спицах 5, скорее всего. Я свяжу легкий ажурный кардиганчик. Возможно, на 4,5. Но это все покажет время. Мы с вами свяжем обязательно образцы. И обязательно поймем, на каких спицах вязать. Я все вам покажу. Кардиган будет тоже интересный. У меня есть задумка уже. Он будет с ажурным узором. Непростой. Снизу вверх, скорее всего. Там посмотрим. Возможно, даже сделаем вточной рукав. Возможно, нет. Но все в процессе, девочки. Я все расскажу, как только приступлю вязать. Так, это второй план мой на весну. Что я хочу себе вязать. И третий план. Но это уже, скорее всего, не на весну. Это уже, скорее всего, на следующую зиму, осень. Не знаю, успею или связать и поносить это изделие. Но я нашла моточек. Маленький-маленький клубочек. Буквально там, я не знаю, грамм 10-15. Пряжи. И в этом клубочке была этикетка замотана. И это была Ангмахер Деликейт. От Нака. Производителя Нака. Плюс еще у меня подруга моя. Которая вязальная подруга Наталья. Канал у нее называется Наталья Лайв. Проходите. Там много интересных тоже видео. Наталья вяжет. Она много вязала из этой пряжи. И одно из последних изделий у нее. Это потрясающее, просто невероятно красивое изделие. Крючком из вот такой вот ниточки. Я не помню точно такая или что-то аналогичное. Но я просто вдохновилась вот этим нежным молочным цветом. Цвет сейчас показывается более белый. На самом деле он молочный. Молочным цветом в ее изделии я очень вдохновилась. Очень красивое изделие. Конечно вязать ее, вязать крючком такое изделие я не буду. Это именно крючком изделие связано. Я спрошу Наталье, если она даст добро, то я вам вставлю обязательно сейчас видео. Фотографию данного изделия. Это просто потрясающе шикарное, невероятное изделие. Это джемпер, такая водолазочка с горловиной. Но связано крючком из именно пушистой ниточки. Я не могу просто описать. У меня просто восторг от этого изделия. И все. Я не могу сказать, что там... Не могу подобрать слов. У меня просто одни эмоции. Очень красивое изделие. Вот. И насмотревшись на Таллина шедевров, также убиравшись в своих запасах пряжи, я обнаружила вот такую вот тоже этикетку. Только немного другой цвет. Там был нежно-фиолетовый. Вот. Но я вспомнила про эту ниточку. Я ее тоже очень сильно люблю. И решила заказать себе также данную ниточку. И есть планы у меня по этой ниточке. Но сейчас я вам не буду открывать всю мою задумку. Только хочу сказать, что у меня есть желание просочетать эту ниточку с хлопком. И связать изделие с хлопком. Так, давайте посмотрим, что за состав здесь. Нако Махер Деликейт. Состав данной ниточки 100 грамм 500 метров. Колор 6103. И состав данной ниточки это 5% Махер, 10% шерсть и 85% акрил. Да, здесь не сильно тонкая ниточка, но она мне нравится. И я, возможно, просочетаю данную ниточку с хлопком. Но хлопок тоже непростой, интересный хлопок. Я сейчас вам его покажу. Я, к сожалению, его с собой не прихватила. Я принесла, ходила, принесла ниточку этого хлопка. Это вот такой хлопок от Ализе Белла. Он, этот хлопок, неправильно передается цвет. Вот этот хлопок, он 100% хлопок, да, здесь идет. Здесь в 50 граммах идет 180 метров. 100% хлопок и колорж 3675. Девочки, у меня есть идея вместе в две нити связать их. И вот эта вот белая ниточка Нака, она будет немного как бы его припылять. Но есть у меня такая идея. Давайте я вообще как хочу. Я хочу сначала связать образец, а потом уже посмотрим. Есть у меня интересная задумка, интересная модель. Именно с вот этим хлопком и с вот такой пушистой пряжей. Посмотрим, что у меня получится. Мне вообще последнее время очень нравится сочетать несочетаемое. Подмешивать вообще пряжу хлопок и махер, да, или хлопок и шерсть. Могу сочетать. Люблю. Последнее время я стала вязать, сочетая пряжи, которые даже разной толщины в одной изделии. Просто хочется вязать вещи. Я хочу вязать вещи, в принципе, и базовые, но так, чтобы они были с изюминкой, интересные и необычные. Вот. Я не знаю, возможно, вы меня назовете сумасшедшей. Скажете, Татьяна, ты чего? Как можно сочетать Ализе Беллу с Накамахер Деликей, да? Ну, у меня есть такое желание. Я не говорю 100%, что это будет. Так, я сначала свяжу образцы. Также поделюсь этими образцами с вами во влоге. Поэтому не пропускайте мои влоги. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки. Смотрите влоги, потому что во влогах я обязательно свяжу образцы из этих всех ниточек, которые я приобрела. И обязательно вам покажу, стоит ли дело задуманного или нет. И мы с вами посмотрим, как же это будет в образце. Возможно, все повернется по-другому. Мне не понравится. И мы с вами свяжем другую вещь. Но на данный момент, мне кажется, что дело того стоит. Мне будет это изделие, будет очень даже интересно. Вот такие покупки я совершила. Покупала я, как еще раз говорю, на Валбересе все эти моточки. Вот такая гамма, да, абсолютно из разных цветов, да. Но я хочу в ближайшее время связать эти изделия для того, чтобы радовать себя красивыми нарядами и вас также вдохновлять. Спасибо большое, что были со мной. Пишите комментарии, что вы думаете о моих покупках, о моих задумках и идеях. Стоит ли сочетать данные и артикулы между собой или нет. И как бы вы просочетали. И что бы вы предложили. Я очень буду ждать ваших комментариев. Также буду ждать ваших лайков. Спасибо, что вы со мной. Всем пока-пока. До новых встреч, новых видео.